В последнее время наш телеканал регулярно рассказывает своим зрителям о самых разных коммунальных и житейских проблемах, с которыми сталкиваются горожане. Какие-то из них после вмешательства новостной редакции Тверского проспекта удается решить практически сразу. Решение других иногда затягивается на месяцы, а то и годы. Сегодняшний пример из тех, когда ситуация обернулась в пользу жителей, благодаря тому, что ответственные лица не стали сухо следовать букве закона, а попытались найти компромисс при решении конфликта с гражданами. Лужи, здесь просто была грязевая каша, нам приходилось вот так вот держаться за забор, чтобы ноги туда вот не съехали, не испачкаться, потому что идем в школу, нам надо же в школу прийти чистенькими. И вот так вот шли, вот так вот руками перебирались, ну практически вот весь путь вот так как бы пробирались. Мама пятиклассницы Юлия Воробьева рассказывает, каким еще совсем недавно был путь до школы, где обучается ее ребенок. Дорогой это назвать было сложно, признается женщина. Скорее полоса препятствий. Не освещенная, с лужами и мусором осенью, а с наступлением холодов покрытая опасной ледяной коркой. Нам приходилось идти в школу, как бы светить под ноги себе фонариком, ну телефоном, чтобы вот хотя бы видеть, не пропороть ту же ногу от стекла обувь. Уголок темный, и кто-то употребляет алкоголь, может еще что-то делает. Ходить из дома в школу и обратно со своими детьми именно по этой дороге родители вынудили обстоятельства. Еще в прошлом учебном году вход на территорию средней школы номер 43 со стороны улицы Тамары Ильиной был открыт. Однако осенью калитку заперли по представлению прокуратуры Московского района Твери. В имеющихся в распоряжении редакции документах надзорный орган ссылался на требования антитеррористического законодательства. На момент проведения проверки проход на территорию объекта осуществляется через незапираемые в дневное время пешеходные калитки. Указанный факт не позволяет исключить возможное бесконтрольное пребывание на территории объекта посторонних лиц, что является нарушением требований к антитеррористической защищенности. Калитку заперли, а вот об альтернативных путях для детей и их родителей никто не позаботился. В итоге школьникам, идущим в образовательное учреждение со стороны улицы Тамары Ильиной, приходилось обходить вдоль забора периметр школы до улицы Склесково. Это добрых 200-250 метров по неосвещенной и неасфальтированной дороге. Некоторые дети, да и родители тоже, рассказывает семья Воробьевых, перелезали через забор. Дети умудрялись просачиваться между прутьями в ограждении. Устав от подобного, родители начали писать официальные бумаги в Управление образования администрации Твери, Министерство образования Тверской области, а также обратились в редакцию нашего телеканала. Тверской проспект со своей стороны также направил запрос в профильное министерство. И вот какой ответ получил. Для рассмотрения вопроса о проведении в надлежащее состояние альтернативного пути передвижения для учеников и родителей в ноябре 2020 года Управлением образования города Твери организован выезд представителей дорожной службы города Твери. В связи с тем, что выполнение мероприятий по благоустройству, прилегающей к территории школы тротуаров, не может быть осуществлено в зимнее время. Руководством образовательного учреждения будут приняты меры по организации доступа учащихся и их родителей в учебное время с 7.30 до 19.30 в учреждение через калитку со стороны улицы Тамары или иной, за прохождением которой будет осуществляться дополнительный контроль. Словом, произошел тот редкий случай, когда у чиновников получилось с одной стороны формально соблюсти требования законодательства и с другой найти компромисс с недовольными горожанами. Теперь калитка на время учебных занятий в будние дни открыта, а в выходные дни вход на территорию учебного заведения осуществляется через калитку со стороны улицы Склесково.